Всем доброе утречко! У нас сегодня необычное доброе утречко. Едем и техосмотр проходить. Я на сервис не ехал перед техосмотром, но я думаю, что все хорошо, поэтому сейчас попробуем пройти. Если не получится, тогда лучше поедем на сервис. Посмотрим. Я вообще первый раз прохожу техосмотр, я не понимаю, что там туда, как. Я понимаю, что машина должна быть исправна, но я чувствую, что автомобиль исправен. Возможно, там какой-то мелкий люфт, я его не замечу, но это бывает. Так что едем, пробуем, скажу вам, что получится. Ну что ж, мы приехали. Испытаем свою судьбу. Вот мы заходим, здесь есть терминал, все оплачиваем, получаем свой номерок и идем на улечку. Так, идем на улечку. Мой номер 21. Не знаю, когда он будет, но сейчас будет. Вот моя машинка и еще 3. Сейчас мы будем ехать. У меня тут, правда, говорит, вот ошибка датчика давления. Я не знаю, будет ли это проблема или нет. Сейчас посмотрим. Забрали мою машинку. А нас всех выгнали ждать на улицу. Сказали, вы нам не нужны. Идите на улицу. Идите на улицу. Ой, вот так это все выглядит. Это парковочка для работников. Там вот этот тихосмотр стулуита. Сейчас посмотрим, что мне скажут, конечно, на улицу. Это я не знаю. Ну, я как бы уверен в машине, но, как всегда, частичка сомнения есть. Почему она есть? Не знаю. Ее мы удивим. Сейчас посмотрим. Вообще карантин, как бы. Но вдруг придется на машине куда-то ехать. Если на ней придется ехать, она должна быть в хорошем состоянии. Поэтому сейчас проверяем техосмотр. Если есть проблема, позвоню на сервис, спрошу, работают ли они. Если работают, так поеду, да, машинку пусть они сделают. И будем ездить на ней. Опять заедем на техосмотр и пройдем его. Ну, я очень сильно надеюсь, хочу, чтобы все было хорошо, конечно. Каждый так хочет. Ну, что из этого получится, мы не знаем, к сожалению. Еще, я думаю, минут 10 и поедем. Поедем домой. Сказали, вот эти зеркала дополнительные снять нельзя. Нельзя. Ну, что же, техосмотр пройден до 2022. Теперь все есть. Как я и говорил, как я и думал, как я и надеялся. С машинкой все отлично. Поэтому никаких проблем нет. Я очень сильно доволен. Можно ехать домой и дальше сидеть на карантине продолжать. Собственно, вот это чуть-чуть снял. Потом зачищу. Но обидно, конечно, что нельзя, потому что они реально помогают. Они увеличивают угол намного и намного лучше видно. Как-то так. За дополнительный сенсором ничего не сказал, потому что я переспросил типа за сенсором. Он сказал, это типа доп. доп. оборудование. То есть хочешь вообще его выключить и все. Ну, как ты хочешь. Да и все. А так сказал с машинкой все хорошо. В состоянии отличные. Катайся. Все. Едем отдыхать. Праздновать. Праздновать техосмотр пройден. Сегодня получилось так, что нужно выйти из дома. Так мы стараемся не выходить. Заказываем еду через интернет. Все через интернет. Все доставляю. Все отлично. Цены на доставку тоже не очень дорогие. В общем, все нравится. В общем, защищаемся мы вот так. Масочку такую надеваю. Еще, конечно, перчатки. Но перчатки, правда, пока только вот такие. Заказывал многоразовые. Ой, многоразовые. Одноразовые заказывал. Еще не пришли. И заказал масочки. Сейчас покажу. Ну, в принципе, можно и так ходить, но как-то неудобно. Это такой типа шарф получается длинный. Ну, такой вот длинный шарф. Как бы, ну, не сильно удобно, потому что он мешает постоянно. Сейчас покажу масочки. Заказали, купили. И проедемся по городу, потому что нужно поехать забрать кое-какое оборудование для лабораторных работ для жены, чтобы она их дома сделала. И покажу вам, в общем, что в горе. В общем, вот такая масочка. Она идеально сидит. Сидит хорошо. Все. Ну, конечно же, за этой маской нужно следить. Это многоразовая маска. За ней нужно следить. Ее нужно стирать, отпаривать, гладить, сушить при высокой температуре, чтобы убивать все микробы. Сейчас мы возле бизнес-центра. Как он называется? ЛГБ. И, ну, и такая вот у нас, в принципе, ситуация. Здесь на парковке практически никого нет. На улице. Ну, на улице людей мало. Очень-таки мало людей. Машины ездят, автобусы ездят. В автобусах людей мало. Тоже так. Один, два, три. Но максимум пять человек я видел. Ну, я так смотрел, заходил. Я сейчас зашел в вот этот бизнес-центр. Там забрал какое-то оборудование. Ну, и как, бесконтактно. Никто не здоровался. Все маски. Все, как-то нужно. Так, друзья, съездил в город. Как видели, маска, перчатки. Перчатки, к сожалению, не приехали еще одноразовые, говорил уже. Забрал все вещи, что надо. Еще мне пришел заказ с Эпигу. И заехал на заправку. Но заказ пришел не весь. Я заказывал много всего. Почему-то пришла только часть. Я так понял, они как-то частями отправляют. Обещали аж 9-го числа прислать. 9-го апреля. Сейчас 2-й уже есть. Хоть что-то. Ну, радует. Сейчас посмотрим, что там. Что еще радует. Я ехал на заправку. Заправился бензином по евро 0,39. Решил там залить 30 литров. Думаю, путь будет. На всякий случай. Потом, может, еще подешевеет. Еще залью. Потому что там уже просто бензина абсолютно не было. Ну и сейчас. Вот. 30 литров по евро 0,39. Ну, вообще, хорошая такая цена. И сейчас посмотрим, что здесь в коробочке нам прислали. Давайте сейчас распакуем. Собственно, вот распаковал. И уже сразу вижу, что это, да, коробочка к телевизору. Xiaomi Mi Box S. Самый последний. О, с бесплатным HDMI кабелем. Прикольно. Вот пришел наш первый заказ с Barbora, с Maxima. Мы вообще первый раз заказывали. Ну, мы заказывали по нескольким причинам. Из-за того, чтобы не ходить лишний раз. И из-за того, что у нас есть купон. У нас там есть купон на 4 евро скидки на 2 раза. То есть, по 4. Мы решили заказать. Почему бы нет? Сейчас будем все разбирать, разгребать. И предварительно они еще прислали квитанцию, что они привезут. То есть, я полчаса назад получил квитанцию, что будет. И вот сейчас они привезли спустя полчаса. Так что, будем все проверять. Итак, вот все, что мы закупили. Это то, что распаковано. Потому что туалетную бумагу и воду я оставил. Ну, еще 6 бутылок обычной воды купили. Мы ее всегда покупаем. То есть, крем. Это не еда считается. Потом мы чеснок купили. Цукини, батат. Батат с картошкой будем запекать. С помидорами морковь, апельсины, мандарины, лимон, баклажаны, бананы, манго, помидоры. Потом это китайский микс. Он понравился нам от Форте. Кстати, мексиканский заказывали, но его не было. Еще какие-то рыбные, не знаю, крабовые штучки попробовать. Решил, они по скидке были. Эти штуки были по скидке. Тоже захотел себе взять. И вот такое листовое тесто. Сразу взял. Мы пиццы домашние делаем на нем. Ну, я себе делаю. Там сырки себе, сырки жене. Козье молоко взял себе. Иногда я его беру. Мне оно так нравится. Это всякая заправка. Мы делаем в супы. Тунец, тофу, кукурузная крупа, семена льна. Два чая взяли. И кокосовую муку. Квас и специи. Вот так, в принципе, наш заказ выкатил на сегодня. Ну, первый опыт довольно-таки интересный. В принципе, мне все понравилось. Как все привезли. Как все упаковано. Как все, вообще, метод доставки. Мне вообще человек написал смс-ку. Что в течение 20 минут будем. И потом он приехал, позвонил в дверь. И все оставил в коридоре. Просто он не отожидался, пока я выйду. Но я его на листовой площадке увидел. Там через дверь сказал спасибо. Поэтому, ну, спасибо человеку, что привез. Действительно спасибо ему. Субтитры сделал DimaTorzok